А вы мне подскажете, что эти пирожные вкусные? Да. Сейчас я попробую. И чё? Ну, а если не вкусные, зачем я домой понесу невкусный товар? Да. Мне пахнут как-то неприятно. Так, 471 рубль, давайте рассчитаемся, и потом будете пробовать. За такой товар нет желания платить. А вы не на рынке, молодой человек. Он решил сначала все попробовать, потом расплатить. Колбаску хоть вкусная? Откусить? Ну, можно. Можно? Нажмите на кнопку. Пусть за ним приедет. А что, нельзя у вас так пробовать товар? Нельзя. А что за кнопка? У столовой что ли? Полиция. Ну, ладно. Я сейчас еще похожу по магазину, хорошо. А я скажу, что у вас есть ножик или ножницы? Просто как я понюхаю-то? Дома понюхаю. Зачем же я понесу домой? Зачем? Я в магазине могу сразу понять, нравится мне товар или нет. Зачем возвращаться? А то у меня это ради бога, мне лучше уходить. Ну, за такой товар желания нет платить. Не берите, кто вас заставляет. Что вы не берите? Конечно. Идите в другой магазин. Так я уже понюхал. Мне его бросите убежать? Ну, вы это хотите с товаром походу убежать? Нет. Зачем? Оставляйте и идите. А, у вас можно так попробовать и уходить? Попробую, что я хочу. С полицию поедешь, с мигалками. С мигалками в полицию? Да нет, вряд ли. Почему? Вряд ли. Вряд ли это точно. Вы тоже сказали, что можно идти. Оставить товар и идти. Так надо, я не понимаю, воплотить или не надо? Не надо, не хотите брать, не делитесь, вас никто не заставляет. Ну все, я пока еще поубираю товар, хорошо. Дожми, конечно. А, вон за ездит. Разрывай. Короче, Мавер, ты будешь оплачивать, так плати, не будешь оплачивать. Значит, положи товар на место и не пудри мозг. Давай, одно из двух. То есть, мне можно составить товар, в который я понюхал и уйти? Ради бога, вон, дверь открыта. Ладно, я вас понял. Все. Да не даряви ты, колбаса, ты что делаешь? Так я попросил, ножик или ножницы дайте, чтобы я понюхал нормально. Ты оплати сначала, а потом. Ты что творишь-то? Дома будешь нюхать. Оплати и потом иди, куда хочешь, и нюхай. Так мы же сказали, что можно не платить и идти. Оставь и товар, иди. Ты что, тупой, что ли? Положи товар на место, иди, куда хочешь, только не ковыряй ничего. Зачем ты кричишь? Успокойся. Вдох выведу. Я вообще спокойно. Под чем я? Да не ковыряй ты ее, блин. Что ты делаешь? Нюхаю товар, выбираю. На каком основании? Хочу понюхать, пусть перед оплатой. Я понюхаю, может, потом оплачу. Может быть. Конечно. Вызывайте ментов, ребят. Да мы уже вывы. На обдолгу, не знаю. Посмотри сюда. Не, я оплатить тебе не буду. Мне такие операторы не нужны. Понял? Уже все-таки. Уже все-таки. Уже все-таки. Так, так, так. Сидеться. Нет, ребят. Твой нет. Можно я его емкою? Это что? Друга ждут. Друга ждут. Да? Друга ждут. Ну его ждут? Нет. Я говорю, они похожи. Все вместе. Мне кажется, это же это же. Друг поздравим. Подруга тоже. Видишь, стоит на телефоне, все снимает. Пончики. То, что я люблю. Хотите пончики? Полицейские надо предлагать пончики. Ну еще, я пошел-то. Подышу свежим воздухом. Колбасу на место положи. Хотя я ее оплатил. Кто тут нас? Угу. 2881. Спасибо. И чек можно? Еще пироженки пойду куплю. Колбасу на место положи. Я ее оплатил. Когда-то оплатил. Я ее оплатил уже. Чек покажи. Кому? Мне. А ты кто здесь? Я сотрудник этого магазина. Подышай свежим воздухом. Я не убегаю. Положил колбасу. Положил колбасу. Положил колбасу. Я еще раз говорю, я ее оплатил. Положил колбасу. Почему я должен класть оплаченный товар? Что ты меня отбираешь? Колбасу успокойся. Чек давай. Кому? Мне. А ты кто? А ты кто? Ты без бейджика, без всего. Понял? Я еще раз тебе даваю. Ты покупатель, который требует у меня чек? Конечно, да. Я покупателям чек не люблю давать. Я тоже не люблю колбасу кому-то отдавать. Так я ее оплатил. Чек предъяви, потом пойдешь. Зачем? Не-не-не-не. Что ты не толкаешь? Я тебе сказал. Идите спокойно. Терял. Выкинул. Может мне его не дали. Трудой не занимается, покажите чек. Но я стоял за вами. Вы эту колбасу не покупали и не оплачивали. А я другой кассе ее оплатил. На какой кассе? На другой кассе вы не стояли. На той кассе вы не стояли. Где алкоголь? Вы там и не стояли даже. Да вы так узнаете, вас там не было даже. Я был, я объиграл. Серьезно? На, серьезно. Ты не верил. Вы можете спросить у кассира? Нет, 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 нет. Командир, нет. Я хочу подышать свежим воздухом. Оплати или оставь колбасу. И потом ради бога... Я ее оплатил уже. Нет. Почему не выпускают, я не понимаю? Чек предъяви. Я не должен никому предъявить чек. Предъявите чек. Потом, пожалуйста, можете выходить... Ты сейчас ограничиваешь мою свободу передвижения. Мне говоришь какой-то чек. Кто ты такой в этом магазине? Который вы оплатили за эту колбасу. Кто ты такой в этом магазине, чтобы я тебе предъявил чек? Сотрудник этого магазина. Я тебе не верю, тебе не бейджика, ничего нет. Ну и что? Договор трудовой предоставь, я тебе поверю. А ты кто такой, чтобы я тебе предоставил что-то там с чего? А ты кто такой, чтобы я тебе чек предоставлял? Здесь вот стоят два парня, тебе все снимают на камеры. Ты со своим диктофоном. Вы еще что-то хотите предъявить, предоставить? Ребят, не-не-не-не. Зачем ты меня ограничиваешь свободу передвижения? Я выйти хочу, подышать воздухом. Нет, нет, нет. Колбасу на место положи. Да я ее оплатил, я тебе еще раз говорю. Нет. Чек предъяви, потом ради бога. Ты прям почему-то не выпускаешь? В смысле? Ну ты же оплачиваешь? Ну? Нет, подожди, брат. Давай логично, пойму логичным путем. Давай. Если ты оплачивал, то бы тебе должен быть чек в кармане. Ты всегда берешь чеки, когда оплачиваешь? Вы можете у кассиру спросить. Стой, если ты оплачивал карту, либо еще что-то. У тебя же должен быть нахуй, ну, отчет нахуй на твои покупки. Какой отчет за наличку? У них есть электронные чеки. Так они могут спросить у кассиру, что я покупал. Я ж покупал этот товар. Все, я купил товар, я хочу выйти. Ты ес-дебил. Че? Да что ты не делаешь? Ты ес-дебил. Нет, че он как в квартире на сообщение приходит? Че он был? За наличку покупаешь, приходит сообщение? За наличку? А где твой чек? А я за наличку покупал. Иди у вурни, епта, где нахуй лежит? А мне еще в вурни надо копаться? Если ты любишь вурни копаться, то я не люблю вурни копаться. Я люблю гулять ходить. Слать моя женщина, дес мой мужчина. Я бы тебе сейчас научил бы с твоей жизнью. Научи. Ну я вылезал, колдашу на улицу. Давай, колбасу на месте. Колбасу положи. Да я оплатил. Ты ждешь до нас? Нет, нет, нет. Ты ждешь нас? Колбасу положи. Колбасу положи на место. Ну где ты оплачивал? Ну оплатил, так предъяви. Так у кассира могут спросить. Вот на этой. Да, что ты там у тебя не был. Вот у этой. Ну пройдите вы вместе. А мне зачем проходить? Я выйти хочу. Зачем мне проходить? Что мне толкаете, женщина? Выходить ты не сможешь. Не сможешь выйти отсюда. Вы объясните, почему ведете себя как два барана, вы не можете спросить у кассира, что я оплачивал. Вот иди и предъяви мне это. Кому тебе предъявить? Ты кто? Зачем мне к тебе подходить? К ней я у кого-то покупал. Вот ты подойди. Я не собираюсь. Ты что покупал? Я тоже не собираюсь. Что ты толкаешься, что я выйти хочу? Я оплатил, я тебе еще раз говорю. Колбасу на место. Давай, давай, давай. Колбасу положи. Да я ее оплатил, успокойся ты. Ну и все. Идите чек. А если я не брал чек? Не надо. Вы брали? А я знаю этого парня. Он уже фигурирует в группе группы кражи-продаж. Какое именно? А вот это. В черненькой куртке или в зеленой? А в черном. Аааа. А какая группа? Где? В какой соцсети? А зачем я тебе даже говорю? Ну чтобы я знал, где популярный. Ааа, я тебе покажу. У тебя полиция покажет. Меня хотя бы кто-то узнает. Да полиция вряд ли покажет. Да что? Ой, тяжело. Очень тяжело. Полиция приехала. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Что случилось? Вот этот человек. Смотрите, вот там молодой человек взял вот эту толпасу. Все пытается ее проковырять, пронюхывать. Вон там нам товара сколько? Мы ему объясняем, что в магазине такое не происходит. Оплачивайте. Он ее не оплачивал. Оплатить он его не оплатил. Вот на столе лежит. Искуртил нам весь товар. Вот она там. Смотрите, как товар. Вот там расковырял. Там разнюхался. Сейчас попытался выходить на улицу вместе с колбасой. Типа, что он его оплатил. Мы ему говорим, предъявите чек и пожалуйста выходите. Да он не подходил. Я видела. Нет, я никому не буду. Вы кто такие, что такое и тому подобное. Кстати, он лазгал очень сильно. У меня трука пихали, не давали мне выйти с колбаской. Окей. Вы объясните, что случилось? Ну, купил колбасу, хотел выйти, подышать свежим воздухом. Ага. Пойдемте в кабинет. Вы заявляете в подписи? Да, конечно. На него. Вас можно опросить? Что случилось? Почему же нельзя? Можно, конечно. А что, надо оплатить этот товар, скажите? А что, ты хотел бесплатно взять? А какой товар надо оплатить, скажите? Что у вас в орган. Колбасу эту? Второй раз ее надо оплачивать? А вы ни разу не оплатите? Нет, за нее оплатить не буду. Я уже оплатил. И тут двое стоят, нас на камеру снимают. И с ним пришли. Девушка и парень. Так. А девушка или нет? Это вы вот видите сотрудником, у меня остался. Вы заявление тут будете писать? Ну, скорее всего, потом подам, да. Устная, пусть. Устная? Сейчас какие у меня есть претензии? Оплатить на этот товар? Да. Вы мне скажите, как представитель власти, должен я оплатить этот товар или нет? Почему я не оплатил? Ну, я вас спрашиваю. Ну, если там по срокам годности там или что, как? Нет, это я оплатил, я еще раз говорю. Я не знаю, почему меня не опускают, я оплатил. Вы не оплатили. Да вы у кассира можете спросить, я на той кассе оплатил. Нет. На какую? Вот на соседней. Чек? Да не помню, потерялся может чек. Вы меня пробивали. Как тяжело, как туго. Потому что вы много чего набрали и ушли. Ну, вот смотрите, если вы говорите, я не оплатил, я сейчас выхожу, получается, я кражу совершил. Полицейские могут меня сейчас спокойно привлекать. За кражу. Все, я покинул территорию магазина, не оплатив товар. Да, по вашему мнению? Смотрите, полицейские за мной не бегут. Странно, правда? Потому что я оплатил этот товар. И вы можете спросить у своего кассира, вот у женщины, которая сидит на соседней кассе. Таня! Таня! Он у тебя оплачивал? Да, накивает, что оплатил, представляете? Я вам все это время это говорил. Оплатил, да? Да. А можно ваше доказать? Зачем? Я вам продиктую данные свои. Я покажу телефонную историю и еще. Так у меня наличка и оплаты была. Какая история это в телефоне? Скажите вашему мнению. Так, подождите секундочку. Сейчас заявление начнем. Просто я не понимаю, какие камни претензии. Надо оплатить или нет? Какой-то сумбур. Говорят, вот оплатили. Вот это надо оплатить или нет? Не знаю, там по срокам годности. Вы будете это покупать? Вы можете позвать директора или кого-то, она скажет надо оплатить или нет? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Я директор магазина. Вот спор стал, надо оплачивать этот товар или нет? А что с этим товаром и так? Ну вы директор, я думаю, вам виднее. Не надо оплачивать все-таки? Нет, конечно. Нет, этот товар оплачивать нельзя. За этот товар мы наоборот вам должны спасибо сказать, потому что наши вина пропустили. А не подскажете, а почему меня ваши сотрудники не выпускали из магазина с моим купленным товаром? Вот этот мужчина и женщина, которая тут была, взрослая. Потому что мне было вообще сказано то, что находится в неадекватном состоянии молодой человек, который просто портит качественный товар. То есть мне было сказано так. То есть до вас неверно донести информацию? Получается так, да. Так что приносим наши извинения. Дела оказываются совсем другом. Вы скажите, вы готовы сейчас добровольно убрать некачественный товар с прилавка? Конечно, вот я при вас. Нет, это не весь товар, там еще лежит. Конечно, пойдемте. Если сейчас женщина уберет, у меня заявление к вам никаких не будет, но они вас вызвали по факту, не я вас вызывал. По поводу пончиков, может сразу подскажете? А когда они дефростированы? Вчера. Где информация? Да, не наклеили. Нет документации, убирайте. Пойдемте дальше с вами. Берите картинку или тележку, все уберем с вами. Вам нуждается? Нет, все, извините, пожалуйста, мне просто неправильно принесли информацию. Посмотрите, вы директор, а там кто заявление пишет? Женщина. Вы звоните. Там пишет зам моя. Будут они писать заявление? Нет, конечно. Нет, мы между собой. Просто она сказала, чтобы писать заявление. Можно мы пойдемте вместе сходим тогда? Да, конечно. Потому что они, может, меня не пошли. Сейчас, секундочку. Все, мы вас ждем. А сразу бы так можно было. Вот просто сразу бы так. И мужчина это куда-то резко испарился сразу, смотри. И женщина это зам. Я хочу заметить одно, они все приехали, у них все главные уборы, всех значили. Потому что они не знали, к кому они едут. Да. В чем он зашел, представился прямо с этого, с обхода. И когда они ехали, они не знали, к кому они едут. И они, тем не менее, оделись по форме. Могли знать. Друзья, совсем недавно я запустил розыгрыш 50 тысяч рублей. Условия розыгрыша максимально простые. Чтобы выиграть, достаточно зарегистрироваться по моей ссылке в игре World of Warcraft на проекте Сирус и прокачать на любом из серверов проекта Сирус персонажи до 20-го плюс уровня. У вас это займет около 25 минут. Все подробные условия есть в описании этого видео. Обязательно участвуйте. Итоги подведем уже в конце февраля. И да, друзья, напоминаю, что мы каждое воскресенье в 6 вечера по Москве в прямом эфире на этом YouTube канале играем в легендарную игру World of Warcraft. Играю я в прямом эфире вместе с вами, с моими подписчиками. Играем на сервере X2 сейчас за Альянс, само собой. Поэтому присоединяйтесь, друзья, если вы хотите вместе со мной поиграть. Если вы хотите вместе в хорошей компании за увлекательной игрой провести воскресный вечер, жду вас на серверах проекта Сирус в игре World of Warcraft. Напоминаю, что когда вы скачиваете игру World of Warcraft по моей ссылке, вы очень сильно поддержите канал и помогаете ему развиваться. А также поддерживаете нас, то, чем мы занимаемся, и помогаете нам действовать дальше, двигаться вперед, не останавливаясь ни перед какими преградами. Все, друзья, жду вас в World of Warcraft на проекте Сирус. Условия розыгрыша также в описании, а мы продолжаем. Смотрите, во-первых, я попросил вас, чтобы данная женщина, заместитель или кто ваш извинилась передо мной, поскольку у меня хватало руками, не выпускала из магазина. Хорошо, у меня к вам большая просьба. Давайте сначала посмотрим, что вы нашли, чем вы нам можете помочь, а потом я уже ее позову, и она попросит. У меня к вам тоже большая просьба. У нас тут тоже есть проблема. И вообще я вам расскажу маленькую предысторию всей этой проблемы. В свое время я пришел в этот магазин. Здесь очень жестко вот эта вот раз вот женщина нахамила, и была вторая. Я указал на то, что там такой был бардак в морозильниках. Было несколько месяцев назад. Сейчас происходит так, что прошло время, просрока еще больше, хамят еще больше, толкают, пинают. Это ни к чему хорошему до добра это не доведет. Вы сами понимаете. Поэтому будьте любезны. Наверное, как-то надо вот этой женщине извиниться перед людьми, потому что она с людьми работает и подумать вообще о том, что нужна ли она здесь. Если она не умеет с людьми работать, может быть, как-то заменить ее все-таки. Потому что в тот раз меня, извините, послали на три буквы еще. Да, просто так к слову. Причем в присутствии женщины. Пожалуйста, мне возврат сделайте. Пойдем сначала уберем. Как так получилось, что пончики на месяц просрочены? По вашей же маркировке. Не могу сказать. 21-е, 10-е. Срок годный 48 часов. На месяц. А, ну как же мы уходим-то от прекрасных пончиков, на которых тоже нет дат дефростации. Вот так. Вы не против, да? Нет, конечно. Я сразу говорю. Я не сотрудник магазина, не сотрудник службы безопасности. Я обычный покупатель, который нашел у вас товар. Хорошо? Ну ладно. Я вам объясню, зачем я это сказал. Дело в том, что несколько лет назад, когда я только начинал, сотрудники магазина, либо сотрудники службы безопасности магазина Верный, само собой я ничего не утверждаю, это только мои предположения и мои фантазии. Так вот, в моих фантазиях они активно писали на меня заявления в отделы полиции тех районов, в которых я находил просроченный товар в магазинах Верный. И в своих заявлениях, в том числе, они указывали, что я представился сотрудником службы безопасности. Само собой, такого никогда не было. И в том числе, по этой причине, мы всегда ведем непрерывную видеофиксацию и аудиофиксацию от входа в магазин до выхода из магазина. И даже чуть больше. Ребят, подлежили ужин у моих рабочих. Так они некачественные, эти пончики. К сожалению, да. Хорошо, что мы лишили. Товары свежие, да, можно не отравиться взять. Но вы сами это знаете, я думаю, все. Но это все в заморозке стоит в заводской упаковке. Да? В заводской упаковке? Можно, пожалуйста? Есть одна проблема, да. Смотрите, что это такое? Голубцы. В заводской упаковке. Оладушки домашние. Это что такое? Мексиканская смесь у нас. Отлично. Вы сами понимаете, что такого быть не должно? Не должно, конечно. Все, что перепутано, убирайте. Я не против, если здесь была маркировка. У нас столько тележек нет. Вот с какого это века здесь лежит? Что это вообще такое? Оладушки, понимаешь? Оладушки. Проверяй остальное, я другое не смотрю. Смотрю тоже оладушки. Нет, смотри, цветная капуста. Цветная капуста. Все, сразу бы так. Что-то где-то проскочило, да, свежая. Свежая. Во-первых, в принципе, я считаю, что это неуважение покупателя, потому что так неудобно смотреть сроки годности. Ну и в принципе, ребят, для вашего понимания, у меня не было цели наказать магазин. Просто цель была показать на нарушение. Блины с творогом, все, вопросов нет. Все хорошо. А при чем тут узнали или не узнали? И то, что вы меня хватаете руками, я говорю, товар оплачен. Это не оплачено, если я видела, что вы не оплатили. Да, кассира сказала, что вы оплатили. Нет, я же видела коробка и тележка. Это все хорошее. Смотрите. Как это не оплачено? Подождите. Давайте, смотрите. Ваш адрес колбаса. Как это не оплачено, если сказал, что я оплатил ее? Это может не вы оплачете? Спасибо. 81. Спасибо. Да может не я оплачу. Вас волновать не должно. Вы не должны любом случае человек трогать руками. Конечно. Ну извините, просто у нас такие ворота попадаются, они агрессивные. Тут уже хоть без рук никак не обойдешься. И выносят они у нас хорошо. Сюда я приходил в свое время. И мне здесь отхамили так в присутствии женщины, что мало мне не показалось. Причем я указал на вот эту же проблему. Леха, помоги женщине достать, наверное, чтобы она не доставала сама тяжелая. А то я отвлекся на болтовню. Мы же не против помочь, понимаете, когда адекватное общение. Ну к нам же такие люди приходят неадекватные, знаете как, и кидаются, и все делают. Какие бы люди не были, вы работаете с покупателями. Тем более, когда вам покупатель говорит, что я оплатил. Я на вас не кидался, ничего. Я просто хотел выйти. Я покупатель. Так. Я здесь живу недалеко. Здесь я хожу сюда. Так. Адекватный продавцы, адекватный товар, я как бы... Мы сегодня увидели по количеству некачественно просроченного товара, мы тоже увидели. Смотри, а что это такое черное на котлете? Это что такое черное? Это изюм, что ли, какой-то в котлете? Можно просто пакеты менять. Даже не дали мне слово сказать, не вернули, сейчас меня стороной с пеной. Со мной поговорить? Нет. Я здесь рядом живу. Я уже увидела ваше мнение с покупателями. Лех, можно секундочку? Можно, пожалуйста. Давайте со мной. Смотрите. Это магазин самообслуживания. Покупатель берет товар самостоятельно. У вас такая модель продажи, чтобы вам больше зарабатывать, магазину больше зарабатывать. Вы не торгуете за прилавка. Следовательно, информация должна быть в месте нахождения товара. На коробочке. Рядом с коробочкой. Лист, вкладыш, без разницы. Согласны? Согласна. Вы тем более можете это делать. Всего доброго. Вы тем более можете это делать. Всего доброго. Вы должны иметь и одно, и второе изменение, правильно? С одной стороны, и с другой стороны. Вы со мной диалог даже не ведете. Вы что сейчас мне ехали? Я смотрю, что там. Так. Молодой человек занятый. Я говорю, я вас слушаю. Мне вы не интересны. Я общаюсь с сотрудником магазина. Вы говорите, здесь хороший магазин. Я покупать. Ну вы мне не интересны, понимаете? Я вижу своими глазами. Вы можете знакомым быть, просто каким-то. Вы мне конкретно не интересны. Замечательно. Все. До свидания. А что через мат ты общаешь? Нормально общайся. Ты не слышишь? Ты не слышишь сам? Что ты говоришь? Вот свидание. Ну переслушай потом на видео. И ты крични? Ты хочешь за русский язык поговорить с тобой? Молодцы. А проще разговаривать тогда? Ну когда к вам попрощайте. А проще, я говорю, разговаривать? Пожалуйста. Я не разговариваю. Я с тобой детей, по-моему, не крестили, чтобы ты так со мной общался. Я уже раз крестить не собираюсь. Да он с пивком. Он уже готовый. Веселый. Иди, иди пивом, и все, и дальше. Еще раз снимешь, и я тебе бутылку сейчас в голову. Пиво нагревается. Тебя фиксируют на видео, если что, уже. Значит, в голову стану. Ты угрожаешь? Да. Сотрудники. Да, угрожаешь? До Талова пойдешь? Меня снимать не надо. Ты угрожаешь? Меня снимать. Ты угрожаешь, что бутылку пива разобьешь? Тайминг запомни какой. Все. Вызываем наряд. Сейчас заберут тебя, дядя. Уехали? Ты, главное, не убегай, дождись. Что ты, до Талова? Какой до Талова? Здравствуйте. Хотели выбрать сотрудников полиции? Магазин Верный. Город Клин. Улица Льва Толстого. Дом 31А. А что там случилось? Неадекватный пьяный человек угрожает. Выражается матом в общественном месте. Выражает явное неуважение к обществу. Ведет себя агрессивно. Побыстрее сюда наряд нужен, пока он не убежал. Сюда уже приезжала полиция, но она уехала и вот он вылез. Ну что, ребят, я вызвал сотрудников полиции через 102. Посмотрим, как сейчас эта пьяная быдла будет общаться в присутствии полиции. Так же будет? Таким же крутым будешь? Уже отвернулся. Стесняется. Обиделся. Дождешься? На мужика дождешься? Все. Молодец. Так, ребят, тем временем мы отвлеклись немножко. Смотрите, весь товар, который был с нарушением маркировки, они убрали. Действительно, вот на этих коробках маркировка от этого товара. Пончики убрали, просрочку, которую мы успели найти, убрали. Домочки, это сила. Понятно. Я сам поэтому близко. Да ладно. Правда. А тем временем мы отвлеклись. За что след? Правда? Несмотря на то, что такая пьяная здесь живет, в районе. Не знаю, просто говорю в целом, никому не обращаюсь. Просто говорю, что, ну, алкаши одна живет. Где? Ну, не знаю. Вот ходят разные алкаши, что-то бутылками угрожают. Как? Тут алкоголем пасет? Да, нормально все. Тут прям аура такая, знаешь? Я, как человек, который не пьет, прям аура серьезная. Человек, который даже не может поздравствоваться. Сказать там, здравствуй, идти, отворачиваться, спину поворачиваться. Я тебе еще, говорю, мне неинтересно. Тебе? Да. Тем более. Все. И я с тобой. Фу, как же тебя воняет изо рта. Блин. Я не могу серьезно. Ты прям на меня повернулась ужасно. А? Нет, тут уже все свежее, просрочку убрали. А, ну да. Ну оно уже, наверное, такое, подходящее. Теперь, ребят, вы можете пока сделать свои ставки в комментариях, убежит подпиваться или нет. Ждем, ждем, ждем. Все, хорошо. Да вы нам неинтересны, я же говорю. Не вы, а ты неинтересны. Девушка, не подскажете еще? Вот смотрите. Вот это что такое? Это пряник суварной. Ну, когда чего, да, моя вина не вставила. Может, она есть, но я ее не увидел. Нет, нет. Тоже надо убрать. Не вставила вставочку. Привет. Привет. Да, нормально. Да, нормально. Спасибо. Нет, вы мне больше не нужны, просто внимательно следите, пожалуйста, сроками годности. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, вы сидите. Вы позывали на лет, где вы? Мы ждем его тоже. Ждите? Да, мы ждем. За минуту они не приедут. Я не сдадешься тебе там пылесосами такими похожими. Замечательно. Покупатели. Что? Ничего. Не к тебе обращаюсь. Ну, ладно. Недостоин. Хорошо. Я и не пытался быть достойным. Благодарю Богу, господи. Я и Бог, как бы, честь с таким общением. Ты же уже общаешься. Работаешь? Да. Слушай, вот так вот стоять, вот так вот стоять. Слушай, как ты будешь, правильно? Женщины, девушки, дорогие мамы, будучи, не пейте никогда алкоголь, а то будете таким же. Скажи мне, вот алкоголь вредит головному мозгу или нет? Слушай, я научные исследования не изучал, но на практике, что я вижу, очень сильно вредит. Просто я смотрю, мне кажется, развитие приостанавливается. Начинается вот это. Мне кажется, деградация проявляется. Да, вот это. Он назад на дерево просится, говорит, нет, я хочу вниз. Он говорит, нет, назад. Мне возврат не сделали. А где твой пакет? Опа! Украли! Леша! Ты карты оплачивал и наличкой? Клапты. Без товара, без чека, пусть идут и делают возврат. Пойдем с тобой. Воры. Леша, знаешь, где самые лучшие люди? Вот такого всего ты где не встретишь. На Boosty у меня среди подписчиков и на Patreon. Я, кстати, подписался. Дорого, но, конечно, контент. Ссылка внизу в описании, правильно? Правильно, рекомендую вам тоже. Там правовая база, кстати, со всеми статьями и законами, которые я пользуюсь. Знаешь, как ты видишь, как я начал? Уже уровень чувствуется, повышается. Да, да, да. Ну так вот. А ты не знаешь там за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольной вот этой вот? Слушай, я не помню номер статьи, но я знаю, что нецензурная брань в общественном месте, выражение явного неуважения к обществу, 20.1. Мелкое хулиганство. Арестная статья, которая подразумевает до 15 суток ареста. Я вот сейчас тебе бутылкой вот это вот. А это уже угроза. Это уже можно уголовную статью пришить. Тем более он сам сказал, что я угрожаю. В общем, Лёх, если заходишь... А, ты уже подписался. Да и... Ребят, тогда для вас информация, если хотите больше эксклюзивного контента, видео, которых нет и не будет на Ютубе по определенным причинам, какие-то слишком жесткие, какие-то не формат Ютуба и так далее. Ссылочка на Boosty и на Патреон в описании. Boosty для карт РФ, Патреон для зарубежных карт. И на телегу подписывайтесь. Ну ладно, на Лёхин канал тоже подпишитесь. Это у нас Лёш, хардплей, блогер, стример. Вы тоже на Boosty подпишитесь, потом не будете так материться в магазине. Правую базу мою изучите. Где мой пакет? На какой кассе ты покупал? Вот здесь. Вот на этой? Да. Я предлагаю сейчас разобраться сначала с алкашами, если они не убегут, и потом сделать возврат товара. Так случайно получилось, что мы зафиксировали момент покупки тобой товара. Тем временем Лёха закупает ещё тухлячок. Целую корзиночку прикупил. Прямо случилось? Ну главное, убегай, дождись. Верим, верим. Всякому зверю, волку и жёте, я покажу. Мне кажется, пиво нагревается, и всё-таки этот фактор пересилит желание остаться и побыть с нами здесь. Я сама юрист. Нет, нет, достойна, достойна. А я сразу понял, что вы юрист, слушайте. Согласись, чувствуется? У нас есть проблема, то что... Уже слушайте, не слушай. То есть мы уже с ты пришли на выру. Не-не, я с тобой на ты разговариваю. Уже как-то мы не пребываемся. Со мной на ты. Со мной на ты, да. Со мной на ты. Рад буду. Согласись, чувствуешь образование? Образование глубокое чувство. Какая-то аристократичность даже просвечивается. Есть, есть, конечно. Ну, куда нам до неё? Естественно. Я свою фамилию озвучу. Мозговая. Мария Петровна. Так. А почему в состоянии алкогольного находитесь? Опьянение? Пятница. У меня в выходной день. Аааа. Объяснение. Все, все, все. Вопросов больше не имеем. Извините, все. Пятница. Ребята, если у вас сотрудник полиции будет крутить нахождение в пьяном видеомагазине. Вы так ответите. Пятница. А я не могу в свой выходной день выпить вина, да? Подожди. Или я не человек. Нет, а в чем телефон, я не пойму. Я сама юрист. Мне иногда, кстати, знаешь, в последнее время вот становится жалко сотрудников магазина то, что им приходится работать с таким контингентом. И хамят, и грубят. Я вообще не представляю, как они работают. О! Да неужели? Росгвардия. Две машины. Слушай, я респект выражаю, кляну. Так быстро полиция у нас в Москве даже не приезжала. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, в котором я публикую анонсы новых видео, инсайды, а также решения судов. Также в своем телеграм-канале я устраиваю розыгрыши среди подписчиков телеграм-канала. И прямо сейчас проходит один из таких розыгрышей. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. Ссылочка есть в описании под этим видео. Также оставлю в описании ссылочку на телеграм-канал оператора. И да, периодически в телеграм-канале публикуются моменты, которые не попали в итоговый материал на ютубе. Спасибо, что подписываетесь. И участвуйте в розыгрыше. А мы продолжаем. Добрый день. Добрый. Что случилось? Вызывали сотрудников полиции. Вот данный мужчина выражался нецензурной бранью в помещении магазина. Выражал явное неуважение к обществу. А вот мужчина стоит лысый. Угрожал разбить... Залейте мне голову. Сказал, что он не угрожает прямо. Че, чего вы сказали? Гражданин, давай не снимай. Пожалуйста. Вы телефон почему снимаете? Потому что хочу. Ну, я предупреждаю вас, что это будет, если выложено в сеть. То, соответственно, я имею право. Сотрудник Росгвардии, ведите службу свою. Давайте вы не указочному делаете. Давайте я буду вам указочному делать. Давайте буду. Спасибо.